Друзья, приветствую! Новый год начался с поздравлений освободителей в разных городах. Освободители из Челябинска вернулись домой из соседней страны и думали, что встретят их с цветами. Но они даже не подозревали, что их уже импортозаместили братишками из соседних солнечных стран. И вместо цветов освободителей встретили с палками и с перцовками. Так, кня! Кошка, кошка шумит. Ну-ка, не шуми. Сами эти кадры, конечно, я здесь не покажу, но вот освободитель чего-то приуныл. Конкретно хочу рассказать про своего товарища. С ним я познакомился на фото. Зовут его Александр. Позывной тяж. Ему 30 лет. Он доброволец. В Новый год он с женой приехал в район Амазе. Район Амазе. Там они, три участника СВО, были с женами, вышли на улицу. Там были малолетние мигранты. О, рыбли пизды и пошли по-другому. Которые начали в пиздецом угаре Оставить женщину. Бойцы им сделали замечание. На что эти пиздецом мигранты Один из них взял палку И пошел в наступление. Ребята понимали, что они Если сейчас их по-другому То будут отвечать за это. Потому что на вид Эти мигранты были Не взрослые. Им может быть лет 18. И они Залили газом Наших участников СВО Стали мать оскорбать И говорили Такие похабные вещи, как Я еб***ь, твое святое. Бойцы Сказали, мы участники СВО. Они сказали, нам без разницы Кто вы? Бойцы начали заявлять Мы герои, мы освободители Мы участники того, что Путин Называет СВО. А в ответ Они что, блядь, приходят и думают Что они, сука, герои, блядь А они что, сука, пидорасы ебаные, нахуй Заявили А нам без разницы Мы с перцовками и палками Мы Я уже вам объяснил Мигрантов Он честно Нас очень сильно достал И когда вот Ребята говорят Русские вперед То Они начинают Говорить Ой, что там они такое говорят А когда мигранты Беспределят То как бы все нормально Надо этот вопрос решать И надо его решать На высшем уровне Так вот сейчас Если вопрос этот Не будет решаться Мы Участники СВО Вернемся все В Россию И Начнем заниматься этим вопросом Ох, не думали освободители Что их ждут Именно такие подарки По телевизору говорили Что на руках носить будут А носить начали Но не на руках Ну а это, посмотрите Очередная новогодняя показуха Дедушка приехал в госпиталь Имени Вишневского Где ему показали Суперсовременное оборудование Для вернувшихся Специальный гимнастический зал Вот может быть здесь Специальный, блять Вопрос, почему мы На кушетке Невозможно научить переворачиваться Промерную, на раненную Для них великое счастье Финдромассаж для рук Для ног Чье воровительство, блять, Китай Специальный Тут посмотрите И суперсовременные коляски И суперсовременные тренажеры И все такое Красивое Ну хорошо выглядит Не правда ли? На картинке А вот она Реальность Как это будет На самом деле Мужчина показал Современные российские технологии Которые реально будут использованы Они как по телеку показывают Мужчина но посмотрите как хорошо красиво удобно берешь чик-пык-жик и вот тебе пожалуйста новая нога как хорошо что у нас в россии леса много ах да подождите а он же весь принадлежит китайцам героем то он бесплатно не принадлежит бесплатно им его никто не даст поэтому придется либо под покровом ночи либо валежник абоксидкой заливать а потом точить обратите кстати внимание баскетболист приехал в госпиталь пандемии уже давно нет а вот заставили всех все равно маски надевать небось на карантине еще отсидели по две недели хотя чем это украина для нас не враг а вот те кто хотят хотят уничтожить российскую государственность про государственность не знаю а вот про экономики про пенсии про зарплаты про цены вот здесь конечно кто-то постарался пальцем показывать не будем те кто хотят добиться как они говорят что значит украина для нас не враг говорят стратегического поражения россии на поле боя а это в основном на западе да и что там разные люди есть на западе есть люди которые нам симпатизируют и которые с нами душевно но есть так называемые элиты которые для которых существование россии во всяком случае в ее сегодняшнем качестве в ее сегодняшних размерах как они думают не приятно есть элиты братки для которых существование россиян в обеспеченном состоянии недопустимо недопустимо чтобы ресурсы достались простым гражданам эти ресурсы обязательно должны быть проданы она бабло куплены яхты они хотят раздробить ну собственно говоря вы молодые люди кто-то читал кто-то не читал но они не скрывают это вот они же публично об этом говорят и пишут причем на протяжении десятилетий если говорить о нова современная история на протяжении десятилетий публично на протяжении десятилетий прямо из телевизора прямо говорится мы вас обокрали мы вас обманули просто кинули но в это почему-то до сих пор многие не верят но и украина не враг конечно просто по киеву летит периодически но так нет не враг украина для путина это вообще своя братское сердце но как практика показывают судя по всему он руководствуется принципом лупить своих чтобы чужие боялись хотя об этом и сегодня еще поговорим ну и вот полюбуйтесь в госпиталь путин приехал смотрите-ка в каком пуховички итальянский лора пиано за полтора миллиона рублей но и выступал он правда тоже перед обеспеченными людьми по три ляма же как никак получили отдал ногу можешь купить два пуховика ну и вот по поводу лупить своих не успели отбомбить фейерверки как в украине снова начало греметь лупить начали как в последний раз но лупить то начали по украине а прилетело как всегда по воронежу помните как меньше года назад фаб на белогород скинули когда сдуло пол перекрестка и чуть не сдуло дом так вот в этот раз нештатный исход как это назвали пропагандисты случился над воронежской областью эту информацию подтвердил и губернатор и минобороны и в поселке петропавловка как языком сдуло семь домов вот сидишь такой в петропавловке в новогоднюю ночь перед телевизором и слушаешь как дедушка тебе рассказывает что тебя где-то там защищают в другой стране а потом на следующее утро просыпаешься и ты уже не в доме сидишь а на небо летишь я имею в виду конечно физически на воздух но хотя кто-то и духовно тоже а все почему а потому что аналогов нетные разработки слишком хорошие надежные прямо как швейцарские часы ярая запутинка из украины которая перешла на сторону россии татьяна мантян в интервью павлу иванову высказала многое из того чего не скажет по телеку путин же сказал что в армии все есть вот только вот спасибо гражданскому обществу носочки вяжут и письма солдатам пишут а так есть все абсолютно все просто вот навалом всего на самом деле как обычно связи нет броников нет на танках нет динамической защиты ну то есть ну ровным счетом ничего не изменилось вы упомянули пресс-конференцию владимир владимыча где он вот это заявил владимир нам рассказал о том что войска придут искусственный интеллект не знаю чего на искусственный интеллект а пришел и сразу по воронежу лазерная а уже еще там какие-то говорят что все хорошо а так ну ничего не изменилось все как было так и есть связи как не было так и нет динамической защиты на танках как не было так и нет так его остального тоже нет мы конечно рады что маринку доковыряли не прошло и двух лет но это реально ни на что не повлияло я не знаю что там собираются делать россия будет ли хоть какие-то улучшения со снабжением с людьми там хотя бы по контракту там будут ли наняты но людей реально мало люди скачиваются не хватает людей некому войну ну просто тихий ужас что тут творится людям не на чем подъезжать на позицию у них нет машин 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 я езжу когда за военной машиной там лысая резина вообще это страшно просто лысой резине ездят военные машины нет шин и мне на чем подъехать даже к позиция не на чем вывести я обращаюсь к людям которые колеблются которые всерьез поверили пропаганде что в армии все есть что мы побеждаем нет ребята это не так бесконечно можно смотреть на три вещи на огонь на воду и когда за путинцев наконец что-то доходит но и так же она прошлась и по пропагандистам да теперь очень интересно знать на что деньги собирает команда соловьева если все так хорошо все так прекрасно хороший вопрос к соловьеву у них нет они сидят жирными жопами на теплых диванах для них а для нас это каждодневная смех вот и все они в это играются им плевать на то что из-за их вот этой вот болтовни и лжи люди причем пачками и военные и мирные это враги хуже на ну ничего с этим не можем сделать потому что они пусят на федеральных каналах а мы чем можем сделать но есть народ который верит этим живым лицемерным икон ну что мы можем с этим поделать нет но у нас было конечно подозрение что штрибан давно уже переплюнул гиббельса но чтобы об этом заявляли сами за путинцы давненько такого мы не видели а это кстати говоря екатеринбург 31 декабря то что не попало и никогда не попадет в эфир пока путин поздравлял россию жители екатеринбурга поздравляли путина всенародная любовь кричали они поддержка 80 процентов традиционные ценности подоспели из краснодара и это только то что попало на камеры мужик так сильно проникся словами путина про традиционные ценности что перепутал костюмы не начал ломиться в домофон как говорится ты должен был бороться со злом они примкнуть к нему у россиян спросили каким был прошлый год и люди ответили честно насколько это вообще возможно все до сидели на изжоге особенно мужчины которые там не хотели служить в армии и вообще как бы идти там воевать то есть там вы своего все сидели кто-то сбежал из страны то есть ну год на самом деле был в такой не очень нелегкий непредсказуемый и финансовом плане рост цен в магазинах просто вот лавинообразно особенно под новый год каким для вас было уходящего но ужасно это был тяжелый год как и предыдущий перед ним на вопрос мой как и все предыдущие а в чем плохой хочу хорошую хорошую тяжелый и для многих тяжелый пока власть это будет какая-то хуже пока эта власть будет такой же и год будет а что еще здесь можно добавить ну и друзья мои горошинку на оливье если кто-то думает что пропаганда по странам отличается посмотрите это видео белорусскому пропагандисту озаренку задали простой и понятный вопрос процитировать одну фразу хотела спросить насколько вы считаете что это действительно правильно оппозиционеры поливают нашу страну грязью отрабатывать деньги которые платят запад эти оппозиционеры существуют на деньги сша и являются послушными псами своих заокеанских хозяев все так называемые оппозиционеры враги нашего народа финансируется западом живут на его подачки вы согласны с этим блестяще сказано отлично это сказал иосиф геббельс 12 марта 33 года диктаторы разные методичка 1 хотели повторить смогли повторить смогли повторить а не прощаюсь друзья